Всем большой привет из Норвегии, всем доброго времени суток. Спасибо, что заглянули на мой канал и с вами Татьяна. В сегодняшнем видео я расскажу о тех парфюмах, которыми пользуюсь с большим удовольствием в октябре 2021 года. Ну уже середина октября месяца и мы конечно с вами должны были уже давным-давно поменять наших летних любимцев на какие-то уже осенние парфюмы. И осень это такая особая пора, согласитесь она очень отличается от лета и весны, я имею ввиду в плане использования ароматов, но ароматов природных. Потому что для меня, например, осень это время таких природных парфюмов, когда я, например, у меня орган обоняния начинает работать очень хорошо и я особенно в это время чувствую парфюмы природы. А это запахи созревших фруктов, овощей, ягод, это запах какой-то прелой листвы под ногами, это запах грибов. Ну в общем, все то, что созрело, в общем, то, что уже сгнивает, все это перемешивается и это очень такие классные, действительно природные парфюмы. У каждой я, да, согласна, что у каждого сезона, у каждого месяца есть какой-то особый аромат, но вот для меня осень это пора прежде всего природных ароматов. Ну и я, конечно, уже давно-давно поменяла все свои парфюмы, в сентябре не показывала, вообще очень долгое время не снимала подобного рода видео и вот желание, наконец, появилось. Что нужно, если вы еще не поменяли свою коллекцию, что нужно учитывать? Нужно учитывать прежде всего, что поменялась влажность, поменялась температура, естественно, стало более прохладно, более влажно, соответственно, и многие дни в осенний период, в октябре, в ноябре, они становятся более ветренными, с таким промозглым ветром. И вот тут тоже, конечно, нужно вот это все учитывать. Плюс, я уже сказала, вот этот природный ароматический фон, который нас окружает, и еще самая такая важная деталь, неотъемлемая, это наша с вами одежда, даже наше с вами тело. Потому что осенью тело начинает уже по-другому работать, соответственно, запах тела немножечко меняется у каждого, и это тоже нужно учитывать. Плюс одежда, которую мы начинаем с вами носить. А это одежда, которая будет уже включать в себя натуральные ткани в основном, это шерсть, это кожа, например, кожаные перчатки, это может быть замша, ну и так далее. Вот для меня это материалы, которые я ношу только исключительно в осенний период, и, соответственно, уже что-то бризовое, что-то такое легкое, шлейфовое, то, что мы с вами любили наносить на себя осенью и весной, уже не нанесешь на вот эти вот ткани. Поэтому тоже обязательно это нужно учитывать. Ну, например, я учитываю. Ну и последнее, какие парфюмы я, с какими нотками я вот в этот период использую парфюмы. Это могут быть какие-то кофейные запахи, это винтажные запахи, это запахи восточные и, конечно, фруктово-ягодные. Вот чем для меня пахнет осень. Ну и давайте посмотрим те парфюмы, которыми я продолжаю пользоваться в течение вот октября месяца, потому что уже середина октября, октябрь начнет уже подходить к своему логическому завершению, и я, соответственно, уже в ноябре свою коллекцию немножечко поменяю. Ну, давайте начнем с моего любимца. Это уже третий парфюм, который у меня, ну, я имею в виду вот флакончик, который у меня в использовании. Он у меня заканчивается, я его опять покупаю, заканчивается, опять покупаю. Итак, это Паку Рабан, Lady on Million, здесь 30 миллилитров парфюм, который я как-то по старой привычке покупаю всегда в магазине Magnit Cosmetics в России, и периодически на него бывают скидки. И очень, кстати, хорошее качество у этого парфюма, я имею в виду вот, несмотря на то, что это, ну, так сказать, не очень такой престижный магазин в плане там покупок различных косметических, но некоторые даже считают его дешевым каким-то, я имею в виду Magnit Cosmetics, но там очень классная парфюмерия, и качество у нее отличное. Итак, вот этот Lady on Million, это парфюм, который мне очень нравится, он всегда является для меня фаворитом месяца, если я его выбираю. Он очень терпкий, стойкий, очень шлейфовый, с ним очень легко переборщить, поэтому будьте осторожны с дозировкой его. Он прекрасно вот подходит не только к осени, но и вообще к зимнему периоду, к холодному периоду, и это такой, знаете, аромат не на каждый день, для меня, во всяком случае, не повседневный, а только на выход. Для меня он как раз-таки вот фруктовый, запах созревших фруктов, и здесь запахи малины, меда, конечно, почули есть, что-то цитрусовое, но больше всего здесь для меня все-таки малина какая-то, какие-то сливы созревшие, вот что-то такое. Бесподобный аромат, куплю обязательно еще, и вот по поводу того, кому он подходит, кому не подходит, мне кажется, он всем подходит, и молодежи, и возрастным женщинам подойдет, и средним женщинам. Но единственное, с чем я не согласна, что это парфюм на каждый день, я, например, как-то не очень его не люблю наносить на каждый день, потому что он не всем понравится. И вообще, вот, если вы хотите его купить после моих, захотите, вернее, купить после моих каких-то тут рекламных слов его, то протестируйте, потому что, мне кажется, он тоже не каждому понравится, он не всем подойдет, будьте внимательны. Ну, а для меня это, конечно, фаворит Фаворитович, я бы так сказала. Следующий парфюм, он у меня почти уже закончился, это парфюм от Vivienne Sabo под названием Boho, ой, не Boho Chic, Cherie, Cherie. Хотела взять Boho Chic, но все-таки Boho Chic для меня это более летний аромат, а вот Cherie это аромат, который подходит как раз-таки к более такому времени, года холодному. И этот парфюм очень дешевый, я ни в коем случае не выйду с ним на улицу, это только для меня домашний парфюм. Он у меня уже такой, так сказать, использованный, был тут бантик, такой шарфик, но так как я пользуюсь очень давно уже этим парфюмом, то он уже, конечно, ну, сами видите, качество какое у Vivienne Sabo не оставляет, так сказать, желать лучшего, поэтому и выглядит несоответствующим образом. Но парфюм мне нравится вот именно для того, чтобы использовать его дома. Это самый настоящий клон Мисс Диор, Мисс Диор и, по-моему, Мисс Диор Cherie. Отдает он бергамотам, мандаринам, жасминам, ну и, конечно, включает в себя нотки почули, ветиверы, что-то такое горьковатое в нем есть. Ну, а в целом это такой цветочно-древесно-мускусный аромат со средней стойкостью. И если вот сравнивать, опять же, его с клоном от Диор Cherie, он отличается более, конечно, отличается такой дешевизной, простотой. В нем, ну, если в Диор Cherie там такая игра ноток идет, которые переходят одна в другую, то это парфюм, конечно, игрой такой не отличается. И он, знаете, все его ноты сливаются в что-то одно такое единое, дешевое, синтетическое. Но в качестве вот парфюма на каждый день для домашнего использования мне, например, он очень подходит. И я, может быть, даже его бы и повторила в использовании. Даже вот, как бы, даже не знаю, что и сказать про него. Такой противоречивый очень аромат, поэтому, ну, как бы, делайте выводы для себя сами, нужен он вам или не нужен. В общем, насчет того, что кому он подойдет, ну, подойдет он, опять же, тем, у кого не очень хорошо с материальным положением, потому что он довольно-таки бюджетно стоит. И если, например, это какая-то будет, ну, девушка Лолита, скажем так, до 16 лет, то тоже можно пользоваться им. Но, опять же, он немножечко такая возрастная нотка все-таки в нем есть. Так, давайте покажу что-то вам из миниатюрок, что у меня в этом месяце. А в этом месяце у меня вот такая миниатюрка от Булгари, Жасмин Нуар. И это такая белая версия Жасмин Нуар. Здесь 5 мл. Покупала в Дьюти Фри целую упаковочку. Там их, по-моему, 5 штук. И у меня кое-что уже израсходовалось. Ну, а вот этот вот парфюмчик еще есть. Красивый такой черный шарфик у него. Это восточно-цветочный аромат тоже всего такого созревшего. Нотки гордении, миндалян, жасмина, мускуса. Тоже, опять же, кора деревьев. Я вот в своем, так сказать, в предисловии забыла сказать, что осень – это еще, конечно, кора деревьев таких вот, которые готовятся к зимовке, которые готовятся к холодному периоду, которые покрыты мхом, влажностью. И вот как раз-таки это тоже природный запах осени. И это, знаете, вот у вот этого аромата здесь взяли кору каких-то благородных деревьев. Это бук, кедр, вот что-то такое. Дубовое такое что-то есть. Очень красивый аромат. И я очень хочу купить этот парфюм в полноразмерке, потому что это мое. Я по гороскопу дева, и я люблю очень такое что-то природное, вот связанное с природой и с такими, с каким-то таким благоуханием. В общем, вот это все мое. Еще один парфюм для дома. Это парфюм от неизвестного бренда, ну, малоизвестного бренда, Real Time. Сделан, по-моему, в Китае. Его я купила здесь. И, как видите, у меня есть много дешевых ароматов и ароматы среднего, средней бюджетной категории, ну, и очень бюджетные. Вот, например, вот этот Coupe d'Amour. Это типичный домашний аромат мой. Но я люблю такие водички. Это аромат на 100 миллилитров. Он отдает ирисам, груши, флердоранж здесь тоже ощущается, пачули. И аромат очень такой уютный и согревающий, несмотря на то, что он все-таки, ну, слегка такой дешевый. Ну и что? В нем все равно есть что-то такое красивое, приятное. И для, я считаю, вот для дома очень даже подходящее в использовании. Следующий миниатюрный любимец, который обязательно куплю, который, я имею в виду, в полноразмерке, который очень нравится. Это классический шалемар от марки Guerlain. Это миниатюрка, как вы видите. Миниатюрка, которая меня привлекла своими такими, ну, очень вкусными аккордами. Это древесные, такие нотки в нем ощущаются, ванильные, бальзамические, пудровые, дымные, кожные. В общем, такой он дикий даже, животный какой-то такой парфюмчик, очень красивый. И вот он для меня восточный, что ни на есть. Это вот восток, а восток, который должен быть обязательно в коллекции любого любителя парфюмерии. Парфюм, который очень дорогой, очень благородный, очень стойкий. И я обязательно его куплю, потому что это парфюм, который является моим. Он тоже, опять же, своеобразный, он не каждому понравится. Поэтому, опять же, нужно все тестировать. Я рекламировать рекламирую, говорю вам, что все очень красиво. Некоторые, кстати, и покупают по моим рекомендациям что-то. Но будьте внимательны, потому что у каждого свои какие-то вкусовые предпочтения. И сами знаете, на вкус и цвет товарища, конечно же, нет. Еще один любимец. Любимец, который у меня есть в миниатюрках. И вот так вот я его люблю. Он у меня гуляет из месяца в месяц. Это классика жанра от Lancome. Тресор. Здесь 30-миллиметровая у меня версия. Покупала вот в Duty Free. Ну, не так, чтобы вот 30 миллилитров видно. Ну, не так, чтобы вот недавно. Но он у меня тоже заканчивается. И я пытаюсь что-то новое уже купить. Я имею в виду обновить его. Значит, он тоже такой фруктовый, пудровый. Очень сладкий, свежий. Здесь улавливается очень хорошо персик, роза, ананас и даже что-то такое сиреневое есть. И для меня это тоже осень, потому что я его использую, ну, буквально, может быть, не буквально, а использую очень давно. Но еще когда была студенткой, носила его этот парфюм в сочетании с замшевой курткой. Поэтому это у меня такое воспоминание о студенчестве, о моих, так сказать, молодых годах. Поэтому это еще и такой для меня немножечко винтажный аромат и аромат с ноткой ностальгии, я бы даже так сказала. Потому что именно осенью мы любим с вами поностальгировать, удариться, так сказать, в воспоминания. Но это я опять же говорю про себя. Наверное, у многих все то же самое. Завершает мою подборку осенних ароматов. Ну, конечно же, это Викенд от Бербери. Это как классический плащ от Бербери, который, я считаю, должны иметь каждая модница. И, соответственно, те, кто любит парфюмерию, они должны обязательно иметь что-то от Бербери в своей коллекции. Потому что у Бербери, если вы знаете, ароматов очень много. Они самые разнообразные, мужские и женские. Но это вот такая классика от Бербери. Это цветочный, пудровый, фруктовый, очень сладкий аромат. Конечно, с нотками древесными, с чем-то таким освежающим, несмотря на то, что это осень. Он мускусный, он цитрусовый и очень такой классный. Стойкость очень хорошая. И вначале, знаете, когда я его попробовала, что-то он мне как-то не очень понравился. Потом еще попробовала, еще и еще, и все, и влюбилась. В холодную погоду он будет вас согревать. И в теплую осеннюю, в теплую осеннюю, в теплой осенние, например, хочется что-то такое придумать. Но, может быть, это будет какой-то лес такой теплый осенний. И сами знаете, что такой лес не может быть по-настоящему теплым. Вот вроде бы солнышко светит или парк, например, вы вышли прогуляться, а все равно будет холодно и в лесу, и в этом парке. Но вот этот вот парфюм будет вас согревать. Аромат уникальный, его ни с чем не спутаешь, очень много на него подделок. Но это будет все не то. У него есть что-то свое уникальное. Почему? Потому что он раскрывается очень мягко, нежно. Мне приходилось сталкиваться с подделками на этот парфюм. Ну, так называемые реплики на этот парфюм. Это не то. Они, знаете, сразу бьют своими вот этими похожими нотами. Но вот эта нота такая похожая, она у дешевок остается, у подделок. А у вот этого аромата она будет играть, раскрываться во всей своей прелести и во всем своем многообразии. Вот такая вот подборка ароматов октября 2021 года была представлена мною в этом видео. Большое спасибо, если досмотрели до конца. Увидимся с вами очень скоро. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Приятной вам всем уютной осени и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok